Еще один интересный футбольный уикенд уже позади. Множество интересных матчей в АПЛ, вообще сплошные сенсации. Всем привет, с вами Юрий, канал Диваный Футбол. И сегодня мы будем говорить о ведущих и самых интересных матчах прошедшего футбольного уикенда. Начинаем АПЛ. Хочу начать с самого центрального матча Тура. Он не игрался первым, но хочу начать с него. А именно Тоттенхэм. Тоттенхэм, который принимал Ливерпуль. Оба клуба достаточно стабильно выступали в этой АПЛ и достаточно симпатично. Если от Ливерпуля еще многие ожидали такой игры, от Тоттенхэма после ухода Харри Кейна такой игры не ожидали. Или ожидали немногие, или совсем немногие, будем так говорить. Потому что после ухода Харри Кейна все в один голос, большинство в один голос трубили, что все, Тоттенхэму сейчас конец, забивать там некому. И, короче говоря, все пропало. Но, короче, футбол, как я всегда говорю, не перестает нас удивлять. И Тоттенхэм в этом матче, начал этот матч, ну, не как хозяева не начали. Потому что Ливерпуль первые 20 минут, он играл достаточно уверенно. Счет по ударам был 7-1. Первый момент, ну, первый он, возможно, и главный момент. Это судейская ошибка, незасчитанный гол, чистейший незасчитанный гол Луиса Диаса. Опять, ну, ну, это, конечно, проблемы судьи, но реально они искалечили просто, они всю игру искалечили Ливерпулю. Потому что, да, Ливерпуль не безгрешный, мы сейчас дальше поговорим. Про красные карточки, про все остальное. Но, чистейшие голы надо засчитывать. 21 век, пожалуйста, повторы. Все, что вам еще надо? Мне добавить больше нечего. Я не хочу сейчас как-то жаловаться на судьбу. Я не хочу говорить, что, ну, просто-напросто судьи искалечили этот матч. Отменили гол, чистейший гол Луиса Диаса. Идем дальше. Красная карточка Джонса. Ну, да, он сыграл опасно. И такие вещи нужно пресекать. Как бы там Джонс не удивлялся. Как бы он там не, короче, делал гримасы. Но такие вещи, они должны пресекаться. И здесь судья красавчик. Здесь судья посмотрел, убрал желтую, показал красную. И все нормально. Без запросов. Гол. Тоттенхэм, естественно, после красной карточки у Тоттенхэма получился такой эффект. У них, у Ливерпуля получилось больше свободных зон. И Тоттенхэм этим начал активно пользоваться. Опять не хочу, не могу не отметить вот этот волшебный треугольник. Прям волшебный. Таким треугольником, ну, просто позавидовать. Без ума Сар Мэдисон. Мэдисон. Как он читает игру? Блин. Получает мяч, разворачивается. Буквально в доли секунды принимает. Он уже видит этот коридор. Как он, когда забивал гол Тоттенхэм. Какую он дал вот эту предассистную передачу. Блин, ну, бомба просто. И опять хочу отметить в плохую сторону защиту Ливерпуля именно Ван Дейка. Потому что Ван Дейк в этом моменте, он должен был накрывать сона. Да, сон скоростной. Сон быстрый. Без запросов. Но Ван Дейк видел этот момент. Он его прямо читал. Этот момент. И как-то он побежал сначала прямо. Надо было по диагонали бежать. Потому что кто там. Мотив. Он не видел мотив. Мотив не видел сона. Сон был за спиной. Но Ван Дейк видел все. У него опыт. Это опытный защитник. Он все прекрасно читал. Но здесь единственное объяснение могу сказать. Это то, что Ван Дейк, он с каждым матчем становится все медленнее и медленнее. И с этим ничего не поделаешь. То есть, годы берут свое. Он просто не успевает и не возит. Как в этом матче. Потом Жота. Жота получил две желтых карточки. И Жота. Ну, я считаю, что первая желтая карточка. Нужно было пересмотреть этот момент. Первая желтая карточка. Ее можно было не давать. Вторая желтая карточка. Без запросов. Это на его совести. Ты выходишь на замену. Ты выходишь на замену. Когда команда в меньшинстве. Ты должен ощущать ответственность. Ты дофига чего должен был делать. Жота. Ну, он сыграл как, не знаю, как просто эмоции. Я понимаю, что он заряженный был на игру. Я понимаю, что он хотел там помочь своей команде. Хотел там помочь, чтобы команда изменила исход. Или там. Ну, короче, хотел он. Он много чего хотел сделать полезного. Но он попросту подставил свою команду. Вторая желтая превращается в красную. И Ливерпуль остается в девятером. И что я хочу здесь, куда акцент поставить. Это гениальность Юргена Клопа. Вот мы привыкли говорить про магию. Это гениальность Юргена Клопа. Потому что до такой степени он топово перестроил команду. Когда они играли в девятером, они стали играть. Ну, мне понравилось. Ты понимаешь, что команда играет в девятером. И Тоттенхем банально ничего не мог сделать. До такой степени все контролировалось. До такой степени был дейпрессинг. Все там было. Там было относительно их ситуации. Ну, в исполнении футболистов Ливерпуля было все сделано четко. Голд этот, конечно, автогол. Мотив, который уже на последних минутах забил. Блин, но они уже выдохлись. Там было видно даже, как они бежали. Все, они уже в таком темпе не могли. Банально чуть-чуть не хватило Ливерпулю до подвига. По поводу Тоттенхема. Ну, здесь тоже многие смотрят этот матч. Говорят, судьи засудили все. Судьи-то засудили без запросов. Но, или не засудили, или поломали, или искалечили. Но Тоттенхем, вот прошлый матч, матч с Арсеналом. Вот они эффективно пользуются привозами, ошибками. Есть привоз, есть ошибка. Они сразу раз моментально наказывают. Раз моментально наказывают. Как хлест, как резко, как змеяка это. И здесь опять большой-большой респект. Что тот матч с Арсеналом они вытянули. Было два привоза. Что здесь тоже, ну, были мини-моменты, где вот Ливерпуль немножко просел. Они все равно в конце матча вытянули свои три пункта. Поэтому двоякое мнение. Матч, конечно, мега интересный. Очень крутой матч. Но это АПЛ. За это я и люблю АПЛ. За такие матчи. Но за такие матчи. Как был прошлый матч с Арсеналом. Когда этого Арсенал играл с МЮ. Опять, ну, очень все круто. Сколько драматизма, интрига. Все здесь есть. Все здесь круто. Просто-напросто. Ну, судим. Надо как-то... Как-то надо им пытаться... Пытаться по максимуму делать так, чтобы не портить такие матчи. Идем дальше. Эмью. Эмью принимал Crystal Palace. Буквально недавно они, там, за сколько? За три или четыре дня до этого не играли с Crystal Palace в Кубке. Сейчас мы поговорим, какая была разница. Разница была такая, что до матча Рой Ходсон сказал, что мы делать будем акцент на АПЛ. Кубковые матчи нас не интересуют. Если сравнить составы, если посмотреть разницу между тем Crystal Palace, который пролетел 3-0, и этим Crystal Palace, который выстоял и выиграл 0-1, там шесть изменений в составе было. И схема. Схема была 4-2-3-1 в Кубке. Здесь была 4-4-2. По матчу. По матчу смотришь на Эмью и матч от матча. Но ничего удивительного и ничего нового. Первое. В защиту Тенхага. Сейчас там после матча палилась, там посыпалась так на Тенхага. Там уже даже такие ярые болелые Эмью. Тенхаг аут. Сейчас мы об этом поговорим. Я хочу в защиту Тенхага сказать, что реально кадровая проблема. Кадровый вообще посыпался состав. Там посмотрите лазарет. Там человек 6-7. Это те 6-7 человек, которые должны, в принципе, играть в основе. Дальше. Защита. Опять Линделев. Опять привоз. Вот этот гол, который... Гол феноменальный забил футболист Crystal Palace. Но опять привоз чистейшей воды. Потому что он стоит с футболистом, с этим Линделев плотно. И потом его буквально в ответственный момент он его отпускает. Отпускает так хорошо. Метра на полтора. Он мало того, что его отпускает, он еще его теряет из поля видимости. И все. Тому достаточно было вот этого момента, чтобы сыграть в одно касание, расстрелять Анана. Анана в этой ситуации был, в принципе, бессилен. Хоть он и не отличается в последних... Да не то, что в последних. Вообще в МЮ. Хоть он не отличается какими-то топовыми моментами. Но здесь он был явно бессилен. Идем дальше. Казимира. Казимира в прошлом матче до этого ничего нового. В защите все ужасно. В нападении очень даже неплохо. Бруно Фернандес старался, опасно бил. Все это было классно. Но не более того. Немножко понравился в этом матче Маунт. Маунт старался. Маунт открывался. В одном из моментов Гарнача пожадничал. Маунт там перештарфнул. Открывался. Стоял так. Руки разводил. Руками разводил. Кричал. Дай, дай, ассист. Я могу сейчас пробить. Гарнача полез. Ну, Гарнача он горячий. Дальше. Маркус Решфорд. Решфорд вообще... Ну, что с Решфордом? Сколько... В каком это матче? Две недели назад они с кем-то играли. Что у него там было то ли... Ну, большое количество у него было ударов. А нифига он так и не забил. Вообще, Решфорд в этой АПЛ забил только один гол в ворота Арснала. Я понимаю, что это левый вингер. Я понимаю, что не самая основная задача вингера забивать. Но один удар этого очень мало. Тем более, в такой ситуации. И как-то вот опять... Опять, как я говорил в прошлый раз, до этого, ну, вяло все. Не серьезно и вяло. Нет вот структуры. Смотришь другие матчи, смотришь ту же самую Астанвилу. Хотя Астанвилы, они тоже нестабильны. Ну, ну, там, да, в том матче все влетало без вопросов. Ну, все вот получается. Все классно. Все как-то налажено. Но здесь, ну, так все вязко. Все сложно. Вот именно вот... Вот все именно сложно. Эмью начинает напоминать немножко Челси уже. Я на момент того, как я снимаю это видео, сейчас играет Челси на выезде с Фулхэмом. И, в принципе, вот все сложно. Но если в Челси там вообще вот бардак-бардак. Здесь как бы бардака-бардака нет. Здесь есть свои факторы. И есть свои причины. И все это как-то замыкается на Эрике Тенхаге. Мне даже парень написал в ТикТок. Вопрос, кого ты считаешь лучшим тренером после эры сэра Алекса Фергюсона. Я, не задумываясь, назвал Эрика Тенхага. Потому что, ну, кого? Моэс. Да я вас умоляю. Ничего там не было. Ван Гал. То же самое. Жозе Мауриньо. Да, он выиграл Лигу Европы. Но опять вот эти 1-1. Вот эти вот крысы в раздевалке. Мне даже тошно вспоминать. Сольскияйр или Сульшер. Опять тоже. Ну, после Мауриньо, после выжженной земли, да, без опросов. Там был определенный отрезок, был хороший. Да, был неплохой один сезон, когда они заняли второе место. Но там опять, там, там, ну, так вот, какой-то бадминтон был. Там Решфорду забрасывался мяч за Шиворот защитников. И Решфорд бежал на скорости, цеплялся за этот мяч. То есть там ни структуры, ни идеи, там нифига не было. И опять все замыкается. Вот все, все сейчас замыкается на Эрике Тенхаге. Но многие должны понимать, что все замыкается на менеджменте. Менеджмент МЮ делает, что попало. Вот как оно началось тогда, когда Сульшер поплатил со своим местом. Вот Роналду. Нафига вы его тянули в 37 лет? Вот эта вся история. Вот эти начали звезды звонить. Рой Кин, там, Сколс. Давай возвращайся. Ты сейчас там опять будешь прославлять. Ну, звезды это звезды, без опросов. Вы звезды, вам там, играйте там в каких-то товарищеских матчах, там еще какие-то благотворительные. Все вас все помнят, но не лезьте вы в управление клуба. Это совершенно другие вопросы. И это не ваши вопросы. Или лезьте, берите на себя ответственность, тогда лезьте. Так получается, Сульшера просто подставили. Трансферная политика Тенхага, ну, при Тенхаге, я просто уверен, что он до конца всем не руководит. У него были отдельные трансферы, которые он просил. Ну, не более того. Вот он в том году просил Де Йонга, Фрэнки Де Йонга. И Барса же хотела, Хави хотел продавать Де Йонга. Не купили. Почему? Непонятно. В общем, какие-то трансферы осуществляются мутные, какие-то немутные. Но вот как-то оно все не собрано, и какой-то бардак творится. И вот этот бардак, он и вылазит в результате. Повторюсь, в защиту Эрика Тенхага я скажу то, что в команде сохраняется целостность. Пока сохраняется. То есть, есть определенные мудачки, но целостность там есть. И они на этом еще могут выехать. Да, на чемпионство им как-то там... Да что там про чемпионство говорить? Про чемпионство говорить уже нечего, потому что это сильно много должно звезд сойтись. А вот эта целостность, она может позволить им на определенном отрезке в этой АПЛ еще выехать. Что ж, посмотрим. Еще большое количество матчей будем смотреть, но, конечно, печально. Печально, потому что ожидания от МЮ были, ну, лично у меня, совершенно другие. Идем дальше. Монсити. Монсити проигрывает первый матч в АПЛ. Монсити посыпался, потому что они недавно проиграли в Кубке Нью-Каслу. И проиграли они Вулверхэмптону, команде, которая дома может выиграть, обыграть абсолютно любую команду АПЛ. Это мы уже видели. Команда, ну, если они ловят кураж, плюс, когда им сопутствует удача, все, это Вулс берет свое непременно. В этом матче мы наблюдали в начале матча автогол. Ну, опять, он не на ровном месте приехал, вот этот автогол. Нету, который пролетел по Броуке, который сделал большое количество работы. Вообще, Нету, Вулс в этом сезоне забил 8 голов. Нету поучаствовал в 5. 5. То есть, стата у человека классная и, ну, мега талантливый. Жалко мне было в том сезоне. Он достаточно долго лечился. И вот теперь он с такой жаждой, с таким голодом вошел в игру. Ну, просто суперовый отрезок. Ну, по Вулсу, что сказать? Ну, вот они цельно играют, как команда, с прессингом. Прессинг – низкий блок. Они играют, ну, как против Мансити играть? Против Мансити точно так и надо играть. Раскрываться нельзя, потому что, еще, как говорил Антонио Конто, еще давным-давно говорил, что это самоубийство – раскрываться с Мансити. Мансити – самая первая причина, ну, естественно, кадровая. Потому что, потому что, потому что нет кого? Нет Родри – лучшего опорника на данный момент мира. Родри нет, Кейна Дебрюйна нет. И результат мы видим. Альварес пытается что-то сделать, но не наблюдалась в этом матче такая структура от Сити. Что интересно, что счет 2-1. Вроде бы как два гола забили Вулс, но удары в створ у Вулса – один удар в створ. То есть, короче, два гола, один у два. Ну, повторюсь, это автогол. По поводу Родри. Нет Родри, нет Кейна Дебрюйна. И Холланда просто съедают. Он просто исчезает, его съедают. Это, я говорю, тем, кто бьет себя в грудь и кричит, что Холланд должен быть обладателем золотого мяча. Вот, который, церемония будет там через сколько там, через 25 дней или через 30. Они себя бьют в грудь и они говорят, что Холланд должен быть там, брать золотой мяч. Какой золотой мяч? Если отдавать футболистам, футболисту Мансити золотой мяч, это должен быть Кевин Дебрюйне. Вот, вот мотор. Вот от кого все пляшет. Вот кто строит игру. Есть не таких ключевых футболистов, как Дебрюйне и как Родри. Все. Полная печаль от Холланда или полная футбольная импотенция. Ну, не обижайтесь, но это так и есть. Сам он в тяжелых матчах вывести не может. И он, в принципе, сам ничего создать не может. Просто он такой футболист пока. Возможно, он еще как-то в будущем как-то будет вытягивать. Пока я вижу это так. И ничего с этим поделать невозможно. Многие, много посыпалось на Сити. Многие говорят, вот там сейчас чемпионство уже не так явно светится. Я не сторонник так думать. Я думаю, что у Сити все равно все наладится. Пеп Гвардиола сейчас что-то придумает. Потому что у него, в принципе, футболисты, они как бы известны своей универсальностью. Кто не был универсальным, Пеп Гвардиола из них сделал универсалов. И поэтому здесь проблем не будет. В другом, что по-другому сказать? Сейчас у них будет матч с Лейпсигом в Лиге Чемпионов. А после этого они едут на Эмирейд Стадиум, восьмой тур АПЛ. И здесь будет очень интересно. Потому что Родри еще не сумеет выйти на поле. Так как у него, ну, он два матча пропускает. Будет мега интересно вдвойне. Как будет действовать Гвардиола. Какой он состав выпустит. Какую он схему будет использовать. Чтобы бороться с Арсеналом. Который сейчас вроде бы как на ходу. Идем дальше. Матч того же самого Арсенала против Бормута. Я быстро о нем скажу. Потому что здесь говорить нечего. Во-первых, вот этот Арсенал и вот этот Бормут. Это вообще разная весовая категория. Ну, там просто Бормута. Ну, раскатали их. Просто раскатали. Камень на камень не оставили. По поводу Арсенала. Опять приятно за Эдегора. Это креатив. Он вырос. Я уже его хвалил. Он за год, за прошлый. Он до такой степени вырос. Что он просто. Ну, он мега креативный сейчас. Сака. Это Сака. Это топчик. Надежный. Вышел. Сделал. Все. Дебютный гол забил Хаверс, которому дали пробить пенальти. И здесь тоже хочу отметить Эдегора, который после того, как Хаверс забил, он его еще так подтолкнул к фанам Арсенала. Беги, беги туда, чтобы он почувствовал эту всю атмосферу, чтобы ему как-то легче было приспосабливаться, чтобы ему легче было приспосабливаться, чтобы он в дальнейшем приносил пользу. И, в принципе, здесь даже говорить больше нечего. Ну, просто раскатали, использовали по факту, использовали отлично свои моменты. Бормут. Ну, не смогут. Такие команды, как Бормут, с таким Арсеналом, ну, очень тяжело. Бормут в том сезоне они там выживали. И в этом сезоне, как бы, слишком ничего не поменяется. Это в том сезоне Бормуту повезло. Там им повезло находиться среди... Там много было команд, которые выживали и которые играли отвратительнее этого Бормута. Но не более того. Кстати, хочу сделать акцент. Бормут это единственная команда в АПЛ прошлого сезона, которая не пробивала ни одного пенальти. То есть, ну, здесь с двух точек можно смотреть. Первая точка, что они играли так, что на них не фалили. И вторая точка, что, ну, просто судьи не ставили. Какая ваша точка зрения, какая вам ближе, такую и выбирайте. И остается матч Фулхэм Челси, который в эти минуты играется. Ну, по поводу Фулхэма Челси я сделаю короткое видео в шотах и выложу его завтра. Идем дальше. Ла Лига. В Ла Лиге, естественно, особенно украинским фанам, самый интересный матч для них был Жирона Матридский Реал. Жирона, которая до этого вышла на первое место. И у многих, опять, украинских фанов, ну, немного, но там 2-3 коммента пролетело вопроса. Как ты думаешь, смогут ли они продержаться на первом месте, сколько там и как. Так, мне было приятно опять, реально приятно, когда играют 2 украинца за клуб. Реально приятно, когда они идут на первом месте, когда они дома показывают красивую игру, такую временами надежную, временами красивую, временами такую азартную даже. Ну, здесь приехал такой соперник опять, как Кот Арсенал и Бормут. Ну, разные весовые категории. Соперник проблемный даже, он топовый, но он проблемный. То есть, я боюсь представить, что бы было, если бы этот соперник, Мадридский Реал, был не проблемный. Они приехали, да, Мадридский Реал первых, там, минут 15, ну, не 15, 13. Они терпели, терпели, они отбивались. Там было 2 момента убойных у Жироны. Виктор Цыганков попал в штангу, черкнул, и еще там кто-то головой бил. Ну, эти моменты, они, как бы, профит не принесли Жироне. И потом Мадридский Реал просто пошел вперед. Они выждали эту паузу, перетерпели это время. Пошли вперед, опять Хоселу показал свое голевое чутье, оказался в том месте в то время, замкнул открытый счет. Потом Стандарт Чоумени с углового забил гол. Здесь хочу отметить отвратительную защиту вообще в этом моменте. Что себе думал о защите Жироны? Там, если посмотреть повтор, там Чоумени на дальней штанге, сам, и вся защита там вообще где-то далеко-далеко. Там ближе всех находился, по-моему, Дейли Блинт, который тоже нифига не прочитал игру, который стоял там такой ошарашенный. И, блин, а что случилось? О, Боже. Все, счет 0-2. И, ну, естественно, при таком счете очень тяжело, очень тяжело уже играть. Не то, что даже первым номером. Очень тяжело диктовать игру. Жирона пыталась, опять пыталась. Были моменты классные. В некоторых моментах они достаточно классные, достаточно легко вскрывали защиту Материцкого Реала. Момент, когда Артем Добик пробивал поворотом. Нафига он это делал? Там острый угол. Там тяжело, капец как. Он вообще разрезали, вскрыли защиту. Блин, подними голову, посмотри направо. Там врывался Виктор Цыганков в район 11-метровой отметки. Отдай ему ассист. Ну, было бы гораздо опаснее, чем ты с острого угла на скорости. Как там можно вообще попасть в ворота? Там даже если попадешь. Там, ну, это надо быть... Короче, это не плюсы Артема Добика. На скорости с острого угла. Или такие там чуваки по типу Салаха, по типу Луиса Диаса. Вот эти могут такое сделать. Ну, это не момент Артема Добика. Короче говоря, ну, креативнее надо. Потому что вот счет бы стал бы 2-1 и стало бы уже намного проще Жероне. И проще. И там вариации было бы больше. Опять проваливалась страшно защита Жероны. Потому что в первом тайме. В первом тайме, в принципе, счет мог бы быть и 0-4. Беллингем упустил момент. Тоже защита куда-то смотрела непонятно куда. И еще, я не помню, какой-то момент был. Тоже такой, где вратарь спас. 0-4 могла лететь Жерона. Ну, счет первого тайма 0-2 так и остался. Второй тайм, в принципе, ничего нового. У Жероны опасных атак в два раза больше, чем у футболиста Мадридского Реала. Ну, толку с этих опасных атак, если оно ни к чему не приводит. Тут они, в общем, рядом. Вроде как моменты. Вроде крутят, вертят. И то в поворот они попадают, то, блин, бьют во вратаря. Ну, то есть, тяжело так изменить исход, если действовать, ну, так. Ну, не то, что примитивно, ну, неэффективно. А Беллингему тоже третий гол Беллингем забил. Просто подарили футболисты защиты. Жероны подарила Беллингему этот мяч. Беллингем, ну, настоящий топ. Вот, без запросов. Вообще, он не думая абсолютно ничего, он слету взял, расстрелял. Все, это на классе. Просто, он там ничего не изобретал. Ничего там не нервничал сильно. Бах, бах, бах. Хлестко все забил, побежал праздновать. Короче, счет 0-3. И опять, возвращаясь к тому вопросу, который многие задают. Сможет ли там Жерона что-то показать? Ну, вот, если удержится в четверке, тогда я считаю, что сможет. В Испании, да, слишком большая пропасть. То есть, есть какая-то топовая часть и страшная пропасть. Просто пропасть. А класс вот этих команд, которые там 10-е место и ниже, там просто печаль бреда. Я просто, я не помню такой Испании. Там было даже 5 лет назад, было все гораздо проще. Вот, серия А, например, она меня радует. В серии А появляется средний класс, костяк, о чем свидетельствуют даже прошлые финалы Еврокубков. Три финалиста из серии А. Да, ни один нифига не выиграл. Ну, опять, три финалиста. Попробуйте выйти в финал. А здесь три финалиста. Кубок конфедерации, Лига Европы и Лига Чемпионов. Пожалуйста. Короче говоря, если подытожить. Мадридский Реал просто классом выше. И делаю такое заключение. Они просто на классе проходят или побеждают Джерону. Без, ну, не без проблем. Ну, без, скажем так, особых проблем. Идем дальше. Барса с Севилья. Интересный матч. Естественно, там противостояние такое. Серхио Рамос вернулся в Севилью. То есть, все должно было быть как бы так горячо. И оно, в принципе, так и было. В матче Барсу в последнее время лихорадят. То они там два матча подряд 5-0 выигрывают. То они там вообще ужасно начинают играть. Я уже выражал свое мнение. Еще пару недель назад у многих фанов Барса сложилось впечатление, что после этих 5-0 что прямо прорвет. Вот там множество проблем. Я же говорю, ушли ключевые лидеры команды. Особенно Бускес. Да, он уже был старенький. Да, все. Но опорная зона в Барсе мне сейчас не нравится. Возможно, эту проблему быстро не решить. Возможно, Хави сейчас что-то наработает. Но мне реально не нравится. Опорная зона. Дальше Феликс. Да, это глоток свежего воздуха. В этом матче у него не все получалось, естественно. Но это глоток свежего воздуха. Гюндагана, креатив, все это было. Но тоже не получалось много чего. Ямал, молодец. Старался. Блин, пацану 16 лет. Очень крутое подписание. Хотя они его, по-моему, подписали с какой-то Барселоны Б летом. То есть это в структуре клуба был он. В принципе, он и сделал этот автогол Серхио Рамоса. Именно Ямал скидывал на своего партнера. По-моему, это был Фаран Торрес, если не ошибаюсь. И если бы Рамос не сделал этот автогол, не забил, то это бы сделал футболист Барса. Но если вот подытожить все, я долго не хочу рассказать об этом матче. Если все подытожить, было много борьбы. Тяжелый матч был для Барса. И Барса, в принципе, сложно. Сложная победа Барса. Потому что, во-первых, счет 1-0. Он шаткий. Во-вторых, много прощали и футболисты Севильи. И по самолетам били. То есть, у Барсы такие ощутимые проблемы. И я же говорю, самая главная задача Хави в этом сезоне будет... Это не то, что там некоторые кричат, выиграть Лигу Чемпионов. Или что-то еще. Нет. Самая главная, основная задача Хави перестроить Барсу. Отпустить вот эту эру с этими легендами, с этими пенсионерами. И всю нагрузку возложить на молодежь. Чтобы молодежь почувствовала на себе нагрузку, ответственность. И чтобы костяк у Барса был уже совершенно другой. Он уже как бы меняется, этот костяк. Гави. Ну, Педри, понятно, что не было. Гави вообще. Он мне напоминает... Дженера Гатуза он мне напоминает. Потому что такой футболист должен быть, в принципе, в любой топовой команде. У которого глаза горят. Да, он чересчур эмоциональный. Да, он иногда подставляет своих партнеров. Он провоцируется легко. Вообще, как спичка зажигается. Но вот у него огонь в глазах. Он во многих моментах... Ну, самоотдача там бешеная. Такие футболисты, они нужны в команде. Подытожить тяжелая победа Барсы. Да, три очка они свои вырывают. Но, опять, это Севилья. Ну, это не такой сложный соперник. Такие соперники, как Севилья, должны не то что разрываться. Но хотя бы счет должен быть поувереннее. Там 2-0, 3-0, 3-1. Что такое? Опять, Барсе сейчас нужно играть в Лиге Чемпионов. И Барсе надо, ну, не то что аккуратнее. Аккуратнее в том числе играть. Потому что у них есть кадровые проблемы. И, ну, им будет тяжело, если команда начнет дальше сыпаться. Им будет мега сложно. Идем дальше. Серия А. В серии А я хочу выделить 2 матча. Матч Интера я не хочу комментировать даже. Милан. Центральный матч. В принципе, было 2 центральных. Милан принимал Лацио и Аталанта играл Ассюдентусом. Милан-Лацио в этот матч, он мне чем-то, особенно первый тайм, напоминал матч Милан-Ньюкасл. Матч первого тура групповой этапа ЛЧ. Вот, в принципе, сюжет такой, рисунок такой. Что-то было похожее. Милан идет как катком, пытается что-то сделать. Не получается. То не получается, то вратарь отбивает. Короче, все против них. Но во втором тайме... Да, хочу, кстати, отметить в первом тайме Ляо. Ляо, тот, который играет на команду, это один Ляо. Ляо, который дурака валяет и что попало делает. Играет как она себя, пытается в одиночку решить. Это совершенно другой Ляо. И ему нужно уже, ну, не знаю, вот он... Он первый, по-моему, момент у него был, когда надо было давать ассист, проникающий в штрафную. Он бьет, ему неудобно. Он бьет с левой, в левый угол ворот. То есть, там вратарь стоит. Ну, такие голы, это там надо либо очень сильно ударить и точно. И чтобы еще вратарь как-то сплоховал. Короче говоря, ну, это больше шансов, то, что ты можешь запороть этот момент, чем ты что-то сделаешь полезное. Потом Ляо дошло, что надо, надо как-то играть на команду. И вот он сделал два ассиста в этом матче. И вот я же говорю, это Ляо, который играет на команду и который дурака валяет. Это совершенно два разных Ляо. Приятно, что Пиоли нашел применение новичкам, которые перешли с Челси. Особенно Пулешич молодец вообще. Но он до этого живенько смотрелся. Но как-то у него было тяжело с реализацией. Скорость классная, старался. Видно, что он так больше, более-менее так в своей тарелке. Но еще не до конца. Ну, понятно, что Лацо... Ну, что Лацо? Лацо, это команда... Во-первых, в таких матчах это больше домашняя команда. Это однозначно. И Лацо... Ну, здесь у них против такого Милана... Милан, вот я хотел бы что сказать. Милан в начале сезона, что этого, что того... Два года назад я не помню. Они чемпионство взяли. Но я как-то не сильно помню их форму. Я помню, в Лиге чемпионов они мне не понравились. Когда Ливерпуль приезжал вторым составом, их растращил. А вот в серии... А я не помню. Но вот в том году начало хорошее. Живенькое у Милана было, блин. Вот эти новички, которые бы приходили. Мессиас, Декетеларе. Блин, до такой степени классно ты смотришь. И реально кайф получаешь. И в этом сезоне вот тоже... Приятно смотреть на игру Милана. И, если честно, я всегда симпатизировал этой команде. Хотя всегда в Италии болел за Интер. Но как-то вот не отпускает такое ощущение, что вот сейчас это как-то на определенном этапе. Там через месяц-полтора это все может закончиться. Ну, как в том году. Ну, такое ощущение или такая фобия. А пока все очень-очень достойно. Если взять вот эти все игры. Ну, блин, ну, прикольно. Вытягивают. Ну, да. Мать с Интером у них получился провальный. Но опять, такое бывает у каждой команды. Абсолютно у каждой. Если взять там... Да, блин, ну, много примеров есть. Когда команды Юрген Клоп 7-2. Ливерпуль остановили, летели. После того, как играли, по-моему, в финале Лиги Чемпионов. Что-то такое. Короче, много примеров можно провести. И я не хочу здесь акценты делать именно на этих примерах. Я говорю о том, что в Милане... Я говорю о том, что летом я посмотрел на новую трансферную политику. И вообще на новую политику клуба. Мне не до конца понравилось, что они отпустили... Защитника забыл, как его. В Нью-Касел этого защитника. Мне не понравилось, что они начали вот этот... Брать как бы сбитых летчиков. Таких подсбитых. Но видно, что приятно, это то, что видно работу тренера. Пока все работает очень неплохо. Видно, что у них, у Милана возможности совершенно не те, которые... Да, в принципе, у итальянских клубов сейчас сложно с возможностями. Потому что, ну, они считают каждую копейку. И просто-напросто приятно смотреть на эту игру. Приятно смотреть на креативность команды. Которые дают тебе наслаждаться футболом. Милану сейчас выступать в Лиге Чемпионов. И, ну, это, в принципе, очень круто, когда ты в чемпионате побеждаешь перед матчами Лиги Чемпионов. То есть, у команды позитив. И команде будет легче играть эту игру в Лиге Чемпионов. Идем дальше. Атланта принимала Ювентус. Что сказать по этому матчу? Ну, Аллегри. Аллегри это такой тренер. Это уже... Да все кругом говорят. У Аллегри самая главная установка это не пропустить. Как угодно играйте, главное не пропустите. Эту установку, в принципе, футболисты Ювентуса выполнили. Дальше. Матч получился максимально скучный, максимально вязкий. Вообще, команды там насоздавали... Сколько ли они насоздавали? Ну, что одна команда на гол создала, что вторая максимум. Все. Больше я не могу ничего сказать. Ювентуса был момент с Кьезой. И у Атланта, я не помню, этого футболиста был этот момент. Да, Атланта сейчас прямо не блещет. Это не та Атланта, которая была там 2-3 года назад. Но я здесь даже больше хотел поговорить про Ювентус. Я вот в начале сезона... Не в начале сезона. Я две недели назад, когда Милан проиграл Интеру. И я так сделал акцент на том, что самые два главных претендента на золото это Интер и Ювентус. Интер, потому что у них все классно. А Ювентус, потому что они не участвуют, не принимают участие в Еврокубках. И это большой плюс на самом деле. Когда у тебя одна игра... Там еще Кубок Италии, но когда у тебя относительно одна игра в неделю, ну, это большой плюс. То есть ты... Ты просто... У тебя запас прочности намного больше, чем у команд, которые играют игр больше. Но я вот сейчас как-то смотрю, что я поспешил с выводами. Вот этот Ювентус... Я не знаю, как они будут цепляться за Скудетта, я не вижу просто. То есть запаса прочности у этого Ювентуса нет. Это совершенно не тот Ювентус, который мы привыкли видеть даже еще до Роналду. То есть, ну, там вообще там... Тут просто по составу. Опять сезон, сейчас начнутся травмы. То есть, если посыпется, как они будут действовать дальше, ну, непонятно. Я же говорю, игра, ну, максимально скучная, максимально такая вязкая. И дело в том, что... Прошлый тур, посмотри на игру. То есть, тут все у меня... У меня как бы... Я не ожидал, что так настолько все печально. Я думал, что, ну, ладно, еще Аталанта. В принципе, установка выполнилась. Счет 0-0. Ну, как можно отсосовывало пропускать 4 мяча? И там же, там же какая-то системный какой-то бардак. Что честные, что защита. Ну, просто нет того качества. Нет того качества состава. И я же говорю, я поспешил с выводами. Ну, я не вижу, за счет чего Ювентус попытается побороться за Скудета. Опять, скорее всего, скорее всего, самая основная борьба будет между миланскими двумя командами и Наполе. Ну, это, например, на данный момент я сейчас так вижу. Конечно же, могу ошибаться. Однозначно могу ошибаться. Посмотреть бы, конечно, на турнировую таблицу, там, ближе к Новому году. Там уже можно было бы прогнозировать что-то по-другому. Ну, команды опять на разных отрезках за сезон, они выдают совершенно разную игру. Кто там в том году тоже мог сказать, кто мог сказать в том году, что Милан так просядет зимой, если они показывали осенью классную игру? Нет, нет. То же самое Ювентус. Осенью как-то они просели, потом ближе к весне они, этот, ближе к Еврокубковой весне, они так начали давать результат, результат 0-1, как-то плохо. Игра плохая, как-то тяжело. Ну, результат шел, шел, потом опять просели. И, ну, относительно того, что я сейчас вижу, вот реально, запас прочности, такой нормальный, которого должно хватить для борьбы, для серьезной борьбы за Скудетто, это Милан, Наполи и Интер. Миланский Интер, конечно, да. И среди всех этих претендентов Миланский Интер смотрится гораздо предпочтительнее. Если тебе понравилось это видео, поставь этому видео лайк, чтобы помочь в продвижении моего канала. Теперь вопрос к вам, самый главный вопрос, он будет касаться МЮ, тренера МЮ Эрика Тенхага. Как вы считаете, хочу прочитать ваши комменты, что делать с Эриком Тенхагом. Дать ему еще время, несмотря на какие результаты, дать ему время, чтобы он построил, успел что-то построить до конца сезона. Выгонять его, увольнять, и если увольнять, напишите, кто должен стоять на его месте, чтобы клуб начал выступать гораздо успешнее и увереннее. Как всегда, жду ваши комментарии и аргументы. Субтитры сделал DimaTorzok